я все-таки хотел вот именно по твоей жизни поинтересоваться вот после травмы тогда что происходило кроме вот ты пять лет говоришь занимался к чему-то стремился как-то восстановиться а потом уже только стал иконы писать а вот за этот период там не знаю на когда вот что-нибудь были какие-нибудь знамения опять же там чтобы сердце с вам явно голос слышал или видение или выход из тела опять же или что-то такого вот необычно в твоей жизни я считал я читал нет интернета еще не было я не помню в каком году уже было сейчас скажу 2000 значит это 2004 год у меня не было интернета компьютер уже был сканер был вот и я просил маму сканировать вот я начал читать через компьютер вот но я читаю но не понимаем еще не 5 множество вопросов то есть толковать нужно толковать как-то правильно и вот начинка вопрос мне мучить я ложусь спать а вопрос мучить не могу заснуть как же это понять как же это понять то есть он пытается понять а не может и вот тогда в три часа ночи меня стал будить дух святой и рассказывать ну то есть толковать писание если ложился вечером с вопросом а в ночь уже получал ответ на этот вопрос и в дальнейшем когда я уже появился интернет когда уже стал общаться со священниками с людьми я видел что я я прямол что-то знаю все из также написано в писании всякий будет научен богом даже если бы у меня не было библии ну это я люди конечно это громко такого не принято у нас говорить но есть люди избранные а есть не избранные господом и всякий кто научается богом это избранный человек то есть от начала мира эти люди избранные для того чтобы нести господом мир ясно а ты спрашивал у духа святого возможно ли твое исцеление и если нет то почему понимаешь тут вопросы этих не стоит я тогда уже отрекся от мира полностью я тогда еще приходили друзья и курили и выпивали знаешь там вот и телевизор смотрел я отрекся от всего сразу меня кроме мира духовного мира божия больше ничего не интересовал нет на тот момент было единственная нужда это нужда понимание священного писания не туда идти абсолютно другие вопросы не волновали мне нужно было напитаться словом божием не нужно было понять на том этапе кто такой бог и что он хочет и меня в данный момент мышь у меня не жажда жажда познания слова было это понятно но все равно ты такой вопрос наверно задавал не можно интересно совершенно было я не задавал таких вопросов это опять же вы что в писании что писание по этому поводу говорит это сам кристосовый что рот лукавый прививодийный ищет знамений но знамение не дадутся ему кроме знамений и он и пророк когда у нас возникают вот эти потребности в чудесах святые отцы тоже учат этому что надо этих чувств удаляться вообще потому что знаешь по ним вообще наши по слабости человеческой мы не сможем определить от кого это чудо от бога или от сатаны святые даже учат не верить с нам вот порой знаешь бывает сон приснится на стоп он вероятно ну просто как настоящее него даже не спутить можно с реальности вот и то время не весьма забудь не не проникай с ним потому что можно проникнуть с тем что противно господу то есть ты ни разу не спрашивал бога возможности своего исцеления за все эти годы травмы не один раз даже вот не попытался спросить никак это невозможно ну зачем бы исцелить я зачем представляешь если бы ты вот исцелился ну тогда бы уверовала бы вокруг тебя миллиона людей и запустил этот ролик распространяется и что когда был на земле до пришел сам бог он такие чудеса творился это неимоверно зависит на все время еще без никто не творит мертвым даже воскрешал представляешь и тогда даже ему ну не нашлось много людей которые поверили славу богу а еще уже обо мне твой конечно люди выставляют того чудо чудо порой тройку дней и все я на чудеса упор делу потому что все таки лично я я как бы все равно надеюсь на бог по крайней мере на основании обетования об исцелении которые в писании сказано просите и дано вам будут что не попросите во имя мое будет сделано ранами моего исцелились и так далее все таки на основании этого рано я пошел и исцелились это говорится о душе то есть мы тогда люди шли в ад до христа ну и мы снова это да но можно так и так все равно другие обетования исцеления есть и на основании этих обетования можно все-таки просить или ты считаю что об исцелении просить можно конечно даже не нужно посмотри первая заповедь христова чем как гласит да люби господу бога всем сердцем всем разумением всей плоти всеми фибрами своим и лишь какие только есть возлюбить что значит возлюбить если любил когда-то кого-то но девушку там наверняка же влюблен был да и у тебя какие были ощущения у тебя было постоянно желание встретиться с ней правильно вот ты любил ей вот то же самое мы должны достичь и бога вот такого же чувства встречи с богом понимаешь у меня постоянное ощущение жажды встречи с господом а это жизнь если я буду стараться для этой жизни дольше жить понимаешь во мне мучение буду только себя продлевать но вот тебя различают свои девушки сажают тюрьму допустим человека до на 10 лет и представь какие муки он испытывает он хочет встречи а не может потому что он запер так же я запер в теле и не могу встретиться с моим господом апостол павел знаешь как писал желаем разрешиться и быть со христом то есть он желает поскорее умереть и встретиться господом это понятно но все-таки я думаю что бог хочет чтобы как можно больше людей спаслось и они обойдут поэтому он меня и держит я вам смотри я вижу на матрасе матрас такой поролон твердый да вот я лежу вот неделю лежать вот так на спине и не поворачивать вообще не у меня нет ни одного пролива да но просто делаю все таки во спасении других людей когда люди смотрят на тебя вот такой вот верующий там иконы например пишет думают а что же у бог не исцелит по-любому такие люди находятся и даже а думал неплохих людей у хороших людей такие мысли могут возникнуть и вера а наоборот падает да вот все таки многое так нет наоборот вера падает это у неверующих людей понимаешь это утверждаются в своей вере то есть те кто не верит а те кто верит они наоборот утверждаются в своем потому что от чем утверждается человек и чему нас вера учит внесение как раз скорбей страдающий плоти перестает решить ты представляешь вот христос висел на кресте да ему всего 33 года парень молодой но ему говорили подошли к нему повесеивает но если ты бог сайди с креста понимаешь вот тут и мне сейчас те же рамки стоишь ты мне он господь положил я не хочу в этот мир потому что я не хочу решить я знаю что этот мир полон соблазном я сейчас на сфере я встану по и пойдет куша мешок соблазна я тогда боюсь не спасу душу свою я перестану думать о боге имеющий мир я понимаю но я вот лично про себя могу сказать я наверное еще за год до травмы начал вопросами задаваться в чем смысл жизни кто такой я как все устроено и так далее не просто стал этими вопросами задаваться погрузил их внутрь себя настолько что люди уже думали что сошел с ума по я думал они сошли с ума потому что они понимал как люди не могут разговаривать на эти вопросы как они могут разговаривать о чем-то другом и для меня вот главная истина вот честное слово для меня если бы вот эта истина лабы и проявила бы себя в моем исцелении то я бы не соблазнился не на машины да но я конечно могу сейчас так говорить не будучи в этой ситуации но тем не менее я бы вот что угодно потому что есть когда ты уже знаешь точно истину ты будешь крепок настолько поэтому для меня это вопрос бы например а если ты уверовал да для меня этот вопрос настолько важен был бы хотя бы если бы до такой степени исцелиться чтобы быть независимым от родителей и то что в мир там выходи там коллегой такой мир не выползишь хотя бы чтобы можно было сам себя обслуживать хотя бы в этом произошло вот такое чудо и это бы чудо было бы не только мне в облегчение но и в облегчение моей веры я бы уже не верил я бы уже знал себе видишь думаешь а если бы как бы господь тебе сейчас усилил ты решил бы тогда своих близких возможностей спасать спасать свои души они же помогая тебе они тоже как бы спасаются понимаешь они в проявлении их любви в движении себя они не себе тоже нас думать но это было бы доказательством я бы уверен что долгима многие мои друзья бы уверовали кто поверь боги кто бы не вывергал не знаю таки для мне кажется уверовала бы и много бы как бы сказал серафим саровский тот же что да спаси сам и вокруг тебя тысячи спасутся я просто нахожусь такой ситуации когда вроде бы есть они обещания об исцелении вроде бы она все есть а ничего не происходит но в то же время я не могу не верить на основании того что я знал что люди которые управляют этим миром они-то точно знают истину и они ее проявляют виде служению дьяволу виде ненависть открытый к христу поэтому это меня только лишь останавливать на этом пути истинно истинно понимаешь в чем дело истинно это христос тот кто не знает христа тот не знает истину так и написано в слове божьем познайте истину и истина сделает вас свободными